Девушки отдыхают Груду серебра домой Как бы были счастливы Моей жена и дочь Возвращаемся домой Ван Санье Ты слышал о Джунь Мохань? Слышал Когда он прибыл в столицу Все ученые поспешили к нему Чтобы выразить свое почтение Он настолько уважен? Всем ученым мира известно Что Джунь Мохань Великий ученый Живой, святой среди нас И наставник всех юных ученых поднебесной Вы не знали? Вы же тоже ученый, нет? Вовсе нет Вы так скромны Вы написали стих, заслуживающий Всеобщую похвалу и признание Как вы можете не считать себя ученым? Едем Что такое? Господин Тень? Чин Пин Пину что-то нужно? Кое-кто хочет убить главу Чинь В мире полно желающих убить его Он собирается нанести удар в течение часа Где он сейчас? В бюро Тогда с ним все будет в порядке Без войска никто не сможет ворваться в бюро и убить его На стороне главы не осталось никого Что ты имеешь в виду? Джуань Мохань прибыл в столицу Причем тут Джуан Мохань? Прибытие Джуан Мохани в столицу – это шанс все изменить В бюро все знают, что только смерть Джуан Мохани в столице может разжечь пламя войны Но глава распорядился, чтобы первый отдел защищал Джуан Мохани Вера Глава первого отдела Джу Гэ вывел всех своих людей Главы третьего отдела Фэйдзе сейчас нет в столице Я уже отослал под разными предлогами боевые единицы прочих отделов Все присутствующие сейчас в бюро – наши сторонники Но даже если так, у нас не хватит сил, чтобы убить Джуан Мохани Джуан Мохань нужен для отвлечения внимания А на самом деле убьем мы Чэнь Пинь Пинь Ты пришел? Сбежать не получится Вернемся в подземелье Все вы знаете, что истинное препятствие между нами и возобновлением войны – это Чэнь Пинь Пинь Когда его не станет, окажется в руках верных своей стране, то есть наших И тогда мы с легкостью сможем убить его величество, разгромить Северную Цы Он тоже всего лишь человек Я приложил огромное усилие, чтобы все устроить Не убьем его сегодня, второго шанса не будет Убей Чэнь Пинь Пина! Убей Чэнь Пинь Пина! Убей Чэнь Пинь Пина! Убей Чэнь Пинь Пина! Убьем Чэнь Пинь Пина И бюро наблюдения и контроля будет в наших руках Как только начнем, пути назад не будет Давайте сделаем это Убей Чэнь Пинь Пина! 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 Молодой господин Фань? Барышня Лили, поболтаем позже, нас преследует Преследует? Нажми его там Этот ход ведет в самую глубокую часть подземель Где содержатся самые жестокие и опасные чудовища Давайте зайдем для начала Здесь мы будем в безопасности? Не совсем Многие люди знают, путь сюда Кто-то должен доставлять пленникам еду и воду А иногда и убирать мертвые тела Тогда какой смысл прятаться здесь? Проход узкий будет проще защищать Значит, мы все равно раньше или позже умрем Тупик Вот дерьмо Я не могу умереть Я не известил жену Если умру без спроса, она сильно разозлится Мы в такой опасности, а ты боишься, что твоя жена разозлится? Жизнь, смерть, все пустяк Важно лишь, что я пока не получил у жены разрешение умирать Вы ничего не понимаете С Иллили осталась снаружи, что с ней будет? Они хотят убить меня Им не нужны живые свидетели Дайте мне ключ от ее камеры Ты себя-то защитить не можешь Ключ Я скоро вернусь Он хороший парень Что за шум? Что за шум? В бюро на бледене контроля между усопицей? Почему вы меня спасаете? Быстрее Они будут тут в любой момент Убить Чэнь Пинь Пина 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 Вперед! Зачем приводить меня сюда? Я все равно умру Я обещал защищать тебя Если ты умрешь, то не раньше меня Назад Мой господин Что такое? Я же говорил Пленники, запертые здесь Самые свирепые чудовища? Точно Один из них еще жив Так много цепей, чтобы удержать одного человека? Да, одного человека Взглянув на него, вы свою жизнь не спасете Сюда! Его здесь нет! Быстрее найдите Чэнь Пинь Пина Его здесь нет! Его здесь нет! Не вижу его! Где он? Ищите его! Никаких признаков! Быстрее найдите его! Стойте! Раз мы умрем, я могу хотя бы удовлетворить свое любопытство? Он действительно опасен Очень опасен Его зовут Сяой Мои ноги парализованы из-за него Чэнь Пинь 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 Пин Что такое? Северная Ци потерпела поражение. Зачем вы мне это рассказываете? Я нервничаю. Мне нужно что-то сказать. Есть другой способ спастись. Им нужна лишь жизнь Чень Пин Пин. Думаете, они нас просто так отпустят? Мы можем убить его сами. И обменять его голову на свою жизнь. Только так мы сможем выбраться отсюда. Вон Циньянь. Мой господин. Давай рискнем. Хорошо. Что вы делаете? Ждите здесь. Это Тень. Он один. Убить его. Он один. Убить его. Он один. Убить его. Убить его. Они мастера боевых искусств. Как долго он продержится в одиночку. Она ловится. Да? Да! И! Да! Ах! 체изирует его. Могут ли его противники быть слишком слабыми? Все они мастера выше седьмого ранга. Это была не моя идея. Что-что? Тень хотел устроить тебе проверку. Это не мое. О чем вы? Устроить мне проверку? Значит, нападение лишь розыгрыш? Все они действительно хотят меня убить. Значит, у вас была скрытая подмога? Никакой подмоги. Тогда я ничего не понимаю. Тень в одиночку способен противостоять целой армии. Я этого не знал. Я никогда не видел господина Тень в бою. Целили. Когда Тень ушел, а тех двоих не было рядом, я думал, ты возьмешь меня в заложники. Это мог быть твой последний шанс сбежать. Я знаю. Почему ты голебалась? Я боюсь. Жители Северной Ци имени Чиньпинпина боятся так же, как и нечисти. Вывези меня. Чиньпинпин. Не умирай, пока я не приду за тобой. Он боится, что меня убьет кто-то другой. Он отсюда не выберется. Вперед. Значит, вы знали, что эти люди хотят вас убить? Знал. Почему не остановили их? Бюро – независимое ведомство, обладающее огромной мощью. Пусть я глава бюро, я не могу защититься от всего мира. Всегда найдутся организации, пытающиеся внедрить своих шпионов. А те умеют отлично скрываться. Представив им возможность убить меня, можно выявить всех одним махом. Вон, цини. Вы использовали себя как наживку? Они умные люди. И не попались бы на уловку, если бы меня здесь не было. По пути сюда я не видел ни одного выжившего. Так бывает, когда шагаешь прямиком в ловушку. Думаю, здесь мне будет безопаснее. Снаружи тихо. Должно быть всё кончено. Считаешь меня безжалостным? Когда хочешь кого-то убить, естественно, что можешь казаться убитым. Под гнетом ответственности. Другого выбора не остаётся. Ван Цинень, открой дверь. Эта нефритовая подвеска очень хороша. Другого выбора не остаётся. Другого выбора не остаётся. Продолжение следует... Глава. Когда я вернулся в бюро, увидел, что тень убивает наших же товарищей. По моему приказу. Вы должны были приглядывать за Джуань-Маханем с Северной Цы. Почему вы вернулись? Случилось нечто странное. Джуань-Махань исчез. С самого прибытия в столицу, но Джуань-Махань оставался там, куда его заселили. И он ни разу не показывался. Мне показалось это странным. Поэтому я приказал одному нашему человеку прикинуться уборщиком. Господин Джуан, могу я у вас прибраться? Господин Джуан! Как оказалось, Джуань-Махань не был там. Кто его посещал до того? У него были посетители из высшего училища, министерства чинов, министерства церемоний и цензортов. Похоже, многие восхищаются Джуань-Маханем. И пожелали лично встретиться с ним. Тогда зачем кому-то тайно забирать его? Глава. Джуань-Махань, именитый ученый. Его слова и поступки способны повлиять на всех ученых мира. Его таинственное исчезновение может стать серьезной проблемой. Список его посетителей ко мне. Хочу взглянуть. Слушаюсь. Я пришел спросить у вас разрешения на тщательное исследование столицы. Забудьте об этом. Ты вовремя вернулся. Созови всех глав отделов столицы. У меня есть объявление. Слушаюсь. Глава. Господин Фай. Мне нужно вернуться домой и извести Джину, что со мной все хорошо. Раз все закончилось, я тоже пойду. Постой. Ты должен с ними встретиться. Девушки отдыхают. Они здесь. Позволь представить. Глава первого отдела Джуга. Глава четвертого отдела Яньчжухай. И ты их уже знаешь. Глава второго отдела сейчас занят на границе. Глава пятого отдела Чёрный всадник. Сейчас не в столице. Глава шестого отдела Тень. Глава седьмого отдела Вдзянаньи и ещё не вернулся. Глава восьмого отдела Сюань Цзю. Ответственный за книгопечатную продукцию. Ты недавно открыл книжную лавку, так? Это его подведомство. Добрый день, господин Сюань. И последний глава третьего отдела Фэй Цзэ. В отсутствии Фэй Цзэ. Обязанности главы сейчас исполняет. Вон тот человек. Он мёртв? Старший соученик Лэн, заместитель главы третьего отдела. Это Фань Цзэ, судья Бюро наблюдения и контроля. Господа, доброго вам дня. А вот и мой младший соученик. Моя фамилия Лэн, я тоже ученик мастера Фэя. Ты мой брат по ученичеству. Старший соученик Лэн, что с вами? Я работал над новым ядом. Проверил на себе. Яд эффективен. А противоядие не сделали? Я потерпел поражение. Стало лишь хуже. Старший соученик, вы славно потрудились. Заходи как-нибудь на обед, когда я поправлюсь. Я сам приготовлю. Нет, нет, не стоит утруждаться. Ладно. Я немного отдохну. Раз знакомство окончено, перейду к сути дела. Сегодня на меня было устроено покушение. Фань Цзэ спас меня. Разве не тень? Я видел его. Ты ошибся. Я старался. В будущем Фань Цзэ займёт моё место. Приглядывайте за ним. Фань Цзэ в столице недавно. Он многого не знает. У него будет время. Я же не ухожу прямо сейчас. Глава. Бюро – самое главное ведомство в Южной Цзэ. Не любой может его возглавлять. На мой взгляд, Фань Цзэ не достоин. Ты что-то неверно понял? Я не спрашиваю вашего согласия. А лишь извещаю о моих намерениях. Думаю, это хорошая мысль. Не знаю, как другие, но наш третий отдел поддержит своего младшего соученика. Кажут последний раз. Дело решено. Я не изменю своего мнения. Если у кого-то есть возражения, пусть попытаются меня убить. Свободны. Мы многое пережили за все эти годы. Я думал, что следующим главой бюро станешь ты. Озвученное сегодня. Глава решения вызывает досаду. Я, Нжухай. Позволь кое-что пояснить. Я не гонюсь за властью. Мне не достает способности унаследовать этот пост. Я понимаю. Не понимаешь. Все, что я делаю, я делаю ради блага Южный Цзэ. Я знаю. Я видел тела сегодняшних убийц. Они поступили очень дерзко. Верно. Некоторыми из них ты в последнее время очень тесно общался. Почему ты не упомянул об этом при всех? Я, Нжухай. Что же ты творишь? Мы с тобой похожи. Все мои действия направлены на благо Южный Цзэ. Почему? О чем ты спрашиваешь? Почему вы хотите передать бюро мне? Тень взял на себя ответственность устроить тебе проверку. Это неплохая идея. Теперь мы можем все прояснить. Джуга прав. Я не достоин. Твоя мать. Основала наше бюро. Все эти годы. Я сторожил это место ради нее. В конечном счете, я должен был передать бюро тебе. Обстоятельства меняются в течение времени. Время идет. Но изначальные намерения остаются прежними. Тебя назначили в ритуальный приказ, так? Это хорошо. Мирные переговоры после войны играют огромную роль. Отнесись к этому серьезно. Я понимаю. Просто выполняй свою работу. Если что-то будет тебя беспокоить, скажи мне. Если кто-то будет досаждать тебя, скажи мне. Я разберусь. Чем угодно? Чем угодно. Как бы трудно ни было, я разберусь. Ступай домой. У тебя был длинный день, а ночи становятся холоднее. Укрывайся получше, когда спишь. Ваш кашель до сих пор не прошел. Я стараюсь. Поправиться становится сложнее. Я принесу вам лекарства попозже. Хорошо. Небо, земля и люди сосуществуют в гармонии. Не стоит задерживаться с делами. Наступила полночь. Ты неспокоен. Я был во дворце. Жужжа нарисовала карту, как добраться до комнаты императрицы. Я запомнил ее. Тогда что тебя тревожит? Покушение на улице Нюлань. Было подстроено старшей принцессой. Тат, кто подстроил покушение, утешает свою жертву. Разве это не забавно? Чэнь Пин Пин сказал, что передаст бюро мне. Так же он попросил рассказать обо всем. Что меня тревожит. Если кто-то тебя досаждает, скажи мне. Я едва не рассказал ему про старшую принцессу. Если говорить об убийстве людей, я справлюсь лучше. Хочешь убить старшую принцессу? Она вся же мать, Ваня. Хочешь или нет? Старшая принцесса гораздо больше собственной жизни ценит власть. Нужно свергнуть ее и выслать из столицы. Это будет для нее гораздо хуже смерти. Это вне моих способностей. Я сделаю все сам. Как хочешь. Дядя. Наш план по проникновению во дворец за ключом придется на время отложить. Нужно дождаться удачной возможности. Решать тебе. Дядя. Знаешь. Теннис Бюро. Хорош в боевых искусствах. Знаю. Он великий мастер. Его ранг выше девятого. Южный Цин, ведь не так уж много мастеров девятого ранга. Дядя. Ты когда-нибудь видел? Лицо Тени. Нет. Дядя, знаешь. Я сегодня был в самой глубокой части подземелья Бюро. Там был заперт один человек. Такой пугающий. Все его тело было опутано цепями. Музыка. 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 Продолжение следует... Я никогда не участвовал в переговорах с вражескими сторонами. Я нервничаю и не знаю, что говорить. Расслабьтесь. Переговоры — это словесная битва между двумя сторонами. Самое главное здесь — это следить за выбором слов. Нужно стройно выражаться. То есть мы должны быть вежливыми и обходительными. Только так мы сможем продемонстрировать достоинства и великодушия нашей страны. В любом случае, не беспокойтесь, предоставьте всё мне. Ого, хорошо. Мы ни за что не вернём вам провинции, завоёванные нашей могучей армией. Это наши земли. Ваши земли? Хотите их обратно? Пошлите свои войска, чтобы их отвоевать. Может, мне стоит объявить перерыв в переговорах? И когда битва кончится, мы продолжим обсуждение. Ну что скажете? Вы — мерзавец. Ваше бесстыдство у вас на лице написано. Это правда? Разумеется. Давай, расскажи подробности. Идём, братец Джон. Сюда, прошу. Поговорим у меня. Здешнее вино отличное. Разносчик! Иду, иду. Разносчик, сюда, сюда. Пусть сыграет что-нибудь другое. Хорошо. Господин Фань, после полудня переговоры возобновятся. Поэтому нам не стоит пить вино. Вот это правильная музыка. Она лучше подходит учёным вроде нас. Господин Синь, не слишком ли мы напористы были на утренних переговорах? Это была демонстрация силы. Разве мы не должны демонстрировать великодушье? Наши воины рисковали своими жизнями, чтобы выиграть войну. Если не будем напористы, мы будем недостойны их службы. Прекрасный чай. Его дивный аромат не вивает мысли о небесах. А его нежный вкус проникает в самую-самую душу. Земли, завоёванные нашими воинами, не могут быть возвращены. Более того, вы должны оплатить затраты на поход нашей армии. Обсуждение не может продолжаться в таком ключе. Да и нечего было обсуждать-то. Ваше превосходительство, Си. Мы не пойдём ни на какие уступки. У вас разум помутнился. Поступили кое-какие новые сведения. Там же указаны и все наши услуги. Взгляните сами. Мы продолжим обсуждать завтра. Не спешите. Тщательно проверьте подлинность этих сведений. Тщательно проверьте подлинность этих сведений. Это донесение из Северной Ци. Поехали. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Они хотят получить обратно свои земли. Во-вторых, они хотят возвращения военнопленных и возмещения за своих погибших воинов. Самый мерзкий последний пункт. Они хотят обменять Сяо Эня и Сы Ли Ли на молодого господина Янь. Сяо Эня? Того, кто заперт в подземельях бюро? Верно. Он чудовище северный цы. Некогда он мог сравниться с Чен Пин Пином. В прошлом Чен Пин Пин во главе Черных Всадников преодолел огромный путь и схватил Сяо Эня ценой собственных ног. Разве можно освобождать такого человека? В том-то и дело. Но мы выиграли эту войну благодаря собранным Янь Бин Юнинам сведениям. Иначе победа далась бы нам большой ценой. К тому же... Он сын Янь Джо Хая. Из бюро наблюдения и контроля. Ни за что. Мы не можем вернуть завоеванные земли. Мы не можем вернуть завоеванные земли. Истинная их цель – получить Сяо Эня и Сы Ли Ли. Мы не можем отпустить Сяо Эня. Если он вернется, то будет мстить. Как житель Южной Ци, я не могу этого допустить. Не отпустить. Обменять. На возвращение Янь Бин Юни. Я отправлюсь на северную, проникну в столицу Северной Ци и попытаюсь спасти сына. Отправиться на север и спасти его слишком сложно. Как его отец. Я должен сделать это. Совершать обмен или нет – решать я тебе. Глава. И не мне. Только у одного человека есть право голоса. Я внуков. Здесь. Передай в бюро, чтобы освободили их. Ваше Величество. И еще. Сообщи в ритуальный приказ, что земли, завоеванные нашей армией, не могут быть возвращены. Остальные требования обсуждаемы. Янь Бин Юни должен вернуться живым. Слушаюсь, Ваше Величество. Таково решение, Его Величество. Нельзя отпускать Сяуэйня. Господин Янь. Его Величество дал устные указания. Его Величество знает, кем является Сяуэйнь. Разберу удалось схватить его однажды. Удастся и снова. Янь Бин Юнь принял на себя тяжкое бремя. По проникновению в столицу Северницы. Он славно послужил стране. Я знаю это. Обменять умирающего старика на многообещающего молодого человека – стоящая сделка. Ваше Превосходительство, Янь и все остальные. Его Величество также сказал, что молодой господин Янь должен обязательно вернуться живым. Подданный принимает указ и благодарит Его Величество за милосердие. Благодарим, Ваше Величество, за милосердие. Ваше Величество, за милосердие. Фань-Сань, отдай мне верительную бирку судьи. Отдай. Фань-Сань, мы еще встретимся. Ваше Величество, ритуальный приказ и дипломатическая миссия Северницы пришли к соглашению. Миссия города Дуны принесла дары и собирается покидать столицу. Несмотря на неожиданное осложнение, ритуальный приказ проделал отличную работу. Огласи мой указ. Завтрашним вечером в зале молитвы о хорошем урожае состоится праздничный пир. Слушаюсь. Постой. Пригласи на пир дипломатические миссии Северницы и города Дуны. Ступай. Понял, все сделаю в лучшем виде. Завтра вечером чиновники Южной Цын. Дипломатические миссии Северницы и города Дуны будут присутствовать на праздничном перу. Какое грандиозное событие. Что насчет Джуан Мохани? Кого? Я говорю про Джуан Мохани. Похоже, он не принимал участие в переговорах. Так и было. Однажды по прибытию в столицу он исчез. После он не покидал комнату и просто сидел и читал книги. Это очень странно. Великий ученый-наставник проделал долгий путь в нашу столицу. Только чтобы присутствовать на завтрашнем перу? Если на завтрашнем перу что-то случится, это, наверное, станет известно всему миру. Глава, вы хотите сказать, Джуан Мохань что-то выкинет на перу? Если что-то и замышляет, это будет завтра. И что нам делать? Ничего не нужно. Подожди, мы увидим. Но мы потеряем контроль над ситуацией. Ничего не попишешь. Не знаю, что замышляет Джуан Мохань. Мы не сможем принять меры предосторожности. И еще кое-что. Согласно нанесению Северной Ци, мой сын был схвачен потому, что его личность была раскрыта. Среди наших шпионов Северной Ци есть предатель. Нет, не в Северной Ци. Хочешь сказать, здесь, в столице? Некто в столице выдал Ян Бинь-Юне. Миссия Ян Бинь-Юне в Северной Ци секретна. Помимо Его Величества, об этом знали лишь в бюро. Кто-то из наших совершил измену? Вполне возможно. Глава, я думаю, мы должны провести тщательное расследование. Не нужно. Но это очень серьезная проблема. Закончим на эту, не поднимай эту тему. Слушаюсь. Столько лет прошло с момента основания бюро. Годы летят быстро. Времена меняются. На столу пора заменить кое-что устаревшее.